Все больше предприятий Люберец подключаются к выполнению заказов Министерства обороны. Швейная фабрика в Томилине освоила производство армейских тактических аптечек для российских военных. На очереди выпуск новых изделий. В цехах предприятия ПВЛ съемочная группа нашего телеканала. Раскроечный цех. Здесь начинается процесс изготовления армейской тактической аптечки и других изделий. Работают главный раскройщик и два помощника. Сырье российского и китайского производства. После раскройки получается, допустим, сейчас раскройщик занимается подготовкой подкладочного материала. Это спонбонд, который пойдет в основании сумки. Это основной лицевой материал и, соответственно, потом они будут сшиваться. Изготовлением армейских аптечек фабрика занимается полтора месяца. Используется стандартное оборудование, которое частично обновили. Тонкости шитья нового изделия персонал освоил в ходе работы. Как и любое изделие швейной промышленности, первая неделя для того, чтобы адаптироваться, для разобраться в тонкостях нюансах и подогнать технологии, позволяющие с высоким качеством, при минимальных потерях, с высокой призывательностью выпускать, соответственно, в данный момент несколько тысяч в течение недели. Отгрузка готовой продукции происходит, исходя из потребностей военных. Бывает, что один-два раза в день, а порой с интервалом в два-три дня. Обычная партия – это несколько сотен или тысяч армейских аптечек. За качеством продукции следит упаковщик Наталья Шараева. Проверить, как девочки отшили. Ниточки обрезать, например. Вот это все проверить, чтобы не было пропусков, ниточек, чтобы все было аккуратно. Также Наталья проверяет работу молний и упаковывает готовые изделия. В выполнении оборонзаказа специалист участвует впервые. Он рассчитан на несколько лет. Приглашаем люберчан стать швейнами. Просто те, кто сейчас без работы, мы можем обучить, дать возможность зарабатывать. Это хорошая профессия, которая в данный момент по деньгам, конечно, позволяет себе, скажем так, на хорошем уровне себя содержать. Фабрика – это не только серийное, но еще и экспериментальное производство. Сейчас конструкторы и технологи озадачены вопросом, как запустить в серию еще одно изделие по заказу военных. Пока в наличии экспериментальный образец. Это то, над чем мы сейчас работаем. Это то, что в процессе будет разрабатываться. Это достаточно сложное изделие. Сейчас разрабатываются несколько прототипов. Чтобы можно было и облегчить, и обеспечить выпуск не одну, не две тысячи, а несколько десятков тысяч. Также в ассортименте продукции фабрики еще несколько изделий, которые являются частью военной экипировки. Все они универсальны и могут использоваться солдатами и офицерами в разных целях. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.